Здравствуйте, я пришел к вам поговорить о любви и счастье, о любви к себе, о счастье быть в этом мире, гармонично взаимодействовать с этим миром. И мы часто задаем себе вопрос, почему кто-то улыбается, кто-то радуется, а кто-то грустит, кто-то переживает, кто-то страдает. И мы часто недооцениваем тот момент, что тело, в котором мы живем, его надо любить. Я точно знаю, что я, знаете, где-то вот рядышком вешу и наблюдаю за своим телом, и вот я там повернул руку, или что-то улыбнулся, или погрустил, или еще что-то. И находясь в этом состоянии, очень важно принимать себя таким, какой ты есть, и гармонично быть в этом мире. Вы скажите, вот многие же говорят, не-не-не, я не такой, мне не нравится там что-то себе. Такое часто бывает. И у меня тоже был довольно такой долгий путь, когда я себя просто ненавидел. Но сейчас я принимаю себя такой, какой я есть, и я... Меня зовут Виктор Счастливый. Я взял такой псевдоним себе восемь лет назад, когда сел в инвалидную коляску. Но так было не всегда. Я много-много лет не воспринимал себя достойно. Я просто ненавидел себя. В 14,5 лет мне поставили такой диагноз прогрессирующая мышечная дистрофия. И я подумал, как можно жить с таким диагнозом? Это же не входило в мои планы. В мои планы входило заработать денег, создать семью, быть бизнесменом. А тут я чувствую, что мне тяжело подниматься по лестнице, тяжело приходить в школу в старшие классы. И я видел эти косые взгляды, и мне было просто неловко внутри себя, потому что я ходил немножко, знаете, как кузов вперед, руки назад. Вот эта прогрессирующая мышечная дистрофия потихонечку давала знать. И даже по субботам я перестал ходить в школу, потому что я четко для себя решил, что я заработаю много-много денег и все куплю. Но, естественно, что я не смог купить. Те базовые понятия, как любовь, дружба, вот те настоящие жизненные проявления, они не продаются. И мне очень помогли мои друзья, которые дали мне эту руку помощи, как их сейчас называют волонтеры-добровольцы. Это были друзья по двору, по классу. Они говорили, Виктор, ну кто-то на тебя там что-то косо посмотрел, ты не переживай, мы-то рядом, мы с тобой, все будет нормально. И в последних классах, знаете, у меня такая была тотальная обида на весь мир, что я стал ненавидеть вообще всех, особенно детей. И тем самым я себя тоже ненавидел, себя я гнобил, я не мог смотреть в зеркало, потому что я видел там какого-то ущербного человека в этом зеркале. Но потихонечку мне помогали тренинги личностного роста, телесно-ориентированные практики. И как раз эти практики родили осознание того, что тело – это дом, в котором я живу, и как я отношусь к своему телу, как я его люблю, как я убираюсь в нем, зависит моя жизнь. Я стал вкладываться в простые упражнения. Я часами смотрел в зеркало. И что-то мне не нравилось, что-то нравилось. Но потом я уже откинул вот эти образы Арнольда Шварценеггера, знаете, которые я думал, что вот если я не такой, значит, я не могу счастливо жить в этом мире. И получается, что шаг за шагом вот эти стереотипные мои внутренние заморочки, они превращались в что-то хорошее. И происходила потихонечку трансформация. Вот. Я многие годы жил по принципу «ничего себе». И вот эта распространенная фраза внутри меня сидела. Соответственно, я отвергал все хорошие проявления. Например, мне говорили, «О, мой лучший друг встретил девушку, они соединились, женились, родили ребеночка». Я говорил, «Ничего себе». Тем самым я отталкивал даже энергетически вот свои желания какие-то быть гармоничным в этом мире. И как только я стал говорить «Вот это да!» на лучшие жизненные проявления, которые происходят в этом мире. Мне, кстати, помог фильм Джим Керри, «Вот это да!». Помните, он трансформировал какое-то мое восприятие жизненное. И потихонечку энергия стала подкрепляться какими-то поступками. Я стал погружать себя осознанно в зону дискомфорта. То есть делать то, что мне неприятно. Ну, например, знакомиться там на улице, контактировать с людьми. Если раньше я ненавидел особенно детей, то сейчас этой ненависти нет. Даже если на меня пальцем показали, сказали «Вот, он какой-то там не такой, инвалид, еще что-то». Я говорю «О, привет, как тебя зовут? Давай, может быть, ты меня прокатишь? Или давай наперегонки? Или давай дружить?» То есть внутри у меня гармония. Потому что я понимаю и знаю, что невыгодно быть вот этим ожесточенным каким-то плохим человеком. выгодно быть добрым и отдающим и принимающим этот мир. И получается, что шаг за шагом в мой мир пришли люди. Люди – это друзья. Моя любимая поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». И у меня сейчас друзья по всей России от Калининграда до Владивостока. Я уверен, что мы тоже с вами с кем-нибудь обязательно подружимся и где-нибудь увидимся, скажем, на Дальнем Востоке или в каких-нибудь других мировых городах. И тело, тело – это мой дом, в котором я живу. И получается, что если я в таком состоянии, казалось бы, на коляске, я не могу поднять руку, вот я ее поднимаю, но она выше не поднимается, но я его люблю, потому что я знаю, что это мое, что это мое родное, что так, как я себя могу действовать, жить из состояния некого ограничения, но сейчас век технического прогресса, у меня дома электроколяска, я могу сесть на нее и 16 километров в час погнать, включить аварийки по крайней правой, и еще сзади посадить девушку или ребят, детей прокатить. То есть я могу действовать из того состояния, которое у меня есть. а если внутри гармония, то и снаружи все отлично, потому что тело, оно у меня прекрасное, так же, как и прекрасное каждый из вас. Нам, да, навязывают какие-то стандарты 90-60-90, но мы часто забываем про свою уникальность, которая есть у каждого. И каждый человек в чем-то, он может быть либо творческий, либо спортивный, либо просто бывает человек обладает какой-то внутренней силой или внешней, и находясь рядом с другим человеком, он поддерживает его. И я точно знаю, что чем больше я доброты сделаю в этом мире, а доброта это на уровне улыбки, на уровне приветствия, на уровне какого-то такого даже комплимента. Мой самый любимый фильм это «Плати вперед, заплати другому» американский, когда маленький мальчик сказал, давайте делать добрые дела, но оптимально делать не дашь на дашь, а делать тем, кого мы даже не знаем. И знаете, как приятно бывает, еду я, например, по парку, идет какой-нибудь красивый человек с каким-то шикарным розовым шарфом, и я говорю, у вас такой шикарный шарф, и вот это, казалось бы, мелочь, но настроение-то улучшилось, оно улучшилось у него, и он, этот человек, неважно, это девушка или мужчина, уже на целый день заряжен, так же, как и я, потому что я почувствовал, что энергетически я отдал этому миру, и, соответственно, дальше у меня весь день уже шикарно складывается, я сделал определенный старт на хорошее настроение, и если мы начинаем взаимодействовать с человеком, с любым, из состояния, что он классный, что он здоровский, что он много может чего отдать, рассказать, и убираем вот эту агрессию, и работаем из состояния, что мы боги, богини, и высшие силы всегда нам помогают, они рядом, поэтому, друзья мои, я вас призываю обратить внимание, что у вас, вы все прекрасны, что у вас есть вот этот ресурс, который может, ресурс, я про тело, естественно, говорю, у меня доклад такой, тело, это дом, в котором я живу, любите, пожалуйста, его, и как только вы тотально научитесь любить свое тело, вы и научитесь отдавать вот эту внутреннюю любовь, которая транслируется вовне, с добром, с любовью, и вот этим состоянием, поэтому начало пути это полюбить тело, в котором мы живем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ